привет дорогие друзья вы на канале яхты на колесах меня зовут антон мы находимся дюссельдорф германия караван салон дюссельдорф я белых перчатках почему потому что мы пришли на стенд morello у нас будет несколько обзоров с этого стенда потому что мы пришли запутали здесь в количестве просто планировок вариантов это премиальные автодома построенные на базе man и века и сегодня мы посмотрим такой бестселлер немецкого рынка то есть это the morello который продается чаще всего в германии пелос называется модель выпущена на десятилетие компании то есть morello в принципе достаточно молодая компания ей вот всего 10 лет но при этом уже достаточно большую долю рынка они занимают вариантов как я сказал достаточно много вот впереди стоит вариант когда мини купер заезжает в багажник но мы сегодня смотрим вот пелос юбилейный и я предлагаю сразу идти внутрь потому что ну внешне плюс-минус они там все одинаковые потом посмотрим обязательно багажник или гараж или как там сейчас дойдем узнаем и вот мы в кабине этого огромного автодома на самом деле здесь я себя не ощущаю что здесь прям как-то очень сильно все это высоко и она просторно но нет ощущения что это громадная вот искренне честно я смотрю в зеркала все вижу и конечно не не легковая машина но в принципе чего-то громадного нет как мы смотрели недавно огромный дом на базе миссы мерседеса 12 метровый смотрите прошлый обзор хочу обратить ваше внимание что двери за моей спиной здесь нет ли из противоположной стороны тоже то есть вход в автодом у нас даже на водительское место один основная дверь позже вам я обязательно покажу там тоже есть интересные моменты с замком здесь что мы видим стандартная как бы кабины и века но вернее не совсем стандарт она вот адаптирована вот это вот весь дом в салон дома кожа вот эта вся история но тем не менее есть какие-то элементы приборная панель от и века и века кстати говоря я вот тут смотрю об вижу знакомые наши родные фиатовские кнопочки traction плюс например система и века это совместная так сказать компания со фиатом и века делает огромные грузовики и автобусы fiat делает что-то меньше и в том ну вернее fiat professional а просто fiat делает уже легковые автомобили вот как бы ну часто пишут ой фиат это что типит итальянские жигули это касается исключительно маленьких легковых машин fiat professional то что делает грузовики как бы тоже небольшие на которых мы чаще всего смотрим с вами автодома это уже другая чуть-чуть как бы компания другое качество и и века это соответственно тоже это такой коммерческий транспорт большого масштаба который отвечает так сказать за свое качество дальше что у нас здесь конечно все это интегрировано очень аккуратно никакой грузовик здесь не проглядывает это ни капли не похоже на какой-то там автобус или грузовик здесь все максимально классно сделано прошиты кожи это полностью вот эти швы и кожи все настоящее соответственно здесь стоит у нас мульти мультимедиа на руле соответственно я вижу круиз-контроль speed limit адаптивный круиз-контроль то есть может машина держать сама расстояние до перед ну такой уже почти автопилот чего кстати на fiat professional обычному нас нету управление мультимедиа голосовой набор управление телефоном все это здесь есть на руле коробка автоматическая соответственно даже вот есть какая-то кнопочка руль и сити я так предполагаю что это какой-то городской режим руля чтобы вам одно дело на трассе когда видимо руль жестче становится чтобы вас лишнего там небольшое движение не мотала а наоборот нажимаете эту кнопочку то есть есть такие по крайней мере системы скорее всего здесь это именно она но могу ошибаться вот эти кнопки у нас отвечают за всякие разные электрические опции то есть например вот это окно за моей спиной сейчас внимание двигается вот этой кнопкой открывается другой и передняя шторка чтобы вам туда не тянуться через всю эту огромную торпеду также поднимается что такое что такое а вот это я просто тороплюсь надо подержать немножко его шторку у нас вверх поехала сейчас закроет полностью в ночной режим все лобовое стекло не будем до конца закрывать опустим ее вниз давайте вместе с вами изучим что здесь у нас со светом какие-то кнопочки а вот эта кнопочка включает свет здесь и 2 а подсветку где-то внизу в ногах включает также здесь же я вижу кнопку центрального замка который сейчас не хочет закрываться потому что открыта дверь и но суть в том что именно этой кнопкой мы можем запереть двери то есть управление центральным замком пульт также здесь у нас зафиксирован с помощью него мы можем выровнять автодом или там наклонить наоборот чтобы слить воду то есть он управляет электрическими такими ногами которые у нас отвечают за горизонт нажимать сейчас не буду потому что автомобиль стоит очень близко впритык друг друга и вы сейчас наклоню и мини купер уедет свой гараж благодаря мне не хотелось бы чтобы это произошло столовую нас вот такой светлый стол вообще все решено светлых тонах не знаю насколько это практично хотя с другой стороны наверное если вы используете такую машину вы постарайтесь быть с ней как-то аккуратно или возможно у вас столько денег что вам неважно что здесь все будет быстро пачкаться вы просто купите ногу и ничего страшного стол конечно раздвигается вот так мы нажимаем не буду до конца раздвигать видите посуда здесь стоит сейчас парня еще что-нибудь придут люди из morello заставят меня убираться здесь не хотелось бы чтобы это произошло стол конечно же опускается вниз и здесь тоже получается спальное место вообще в принципе автомобиль рассчитан на четверых путешественников все в основном вот такие премиального класса автодома не предусматривают в большинстве своем какое-то большое количество там людей это вот для того чтобы комфортно небольшая группа лиц путешествовала нет таких вот этих как бы цыганских особо вариантов там на 7 8 12 40 человек в одной машине ремня здесь 4 то есть за моей спиной вот раз два ремня и спереди два то есть четыре человека комфортно едут на кожаных сиденьях за светлым столом все прекрасно в столовую над головами сидящих у нас конечно как всегда шкафчики шкафчики выглядят внутри вот таким образом все они одинаковые газлифты очень мягкие фасады такие уверенные и от главное послушайте звук прям по дам поближе пододвинуть микрофоном это как знаете есть знаменитый звук гелендвагена вот у которой как с какой звуком закрываются его двери так вот здесь тоже есть свой такой звук у шкафчиков мне нравится ниже окно и вот про окно хочу сказать как раз таки немножко противоположную вещь она выглядит достаточно простовато это такое же окно которое мы видим в принципе почти во всех домах даже не очень высокого класса на каких-то вот этих вот ползунках справедливости ради они а нет нет нифига это они также вот непонятно как-то защелкиваются фиксируется не люблю я эти поводки и ну вот вот как то так может быть не во всех морала конечно так но вот здесь по крайней мере вижу так и сейчас может быть я просто не любитель наверное они надежные хорошие но вот чисто вот визуально рядом по крайней мере с этими дорогими шкафчиками сиденьями как-то они немножко на мой вкус выбиваются идем в кухню кухня вот таким слегка как бы намеком на л-образный модуль сразу хочу обратить внимание две мойки у нас есть и они закрыты полноценными вот такими короче я даже сниму перчатки обойдутся они немножко потерпят то что я здесь оставлю свои жирные пальчики все ради других ощущений чтобы рассказать вам как это на ощупь на ощупь это полноценная как домашняя кухонная столешница которые вы чаще всего видите и вот такая основная очень тяжелая часть который является во первых цельная мойка то есть здесь нет никаких соединений она полностью из вот этого искусственного камня из искусственного камня также вот эта вставная часть и мойки здесь две об большая и маленькая чаша по моему опыту хозяйки кто этим пользуются очень много готовят и в принципе любят готовить предпочитает чтобы было две мойки чтобы это было комфортно и возможно им как раз таки очень понравилось бы опять же пишите в комментариях если возможно ваша жена или девушка как-то вы сталкивались с этим вопросом возможно делали ремонт или возможно как раз лично вы имеете мнение на этот счет плита газовая по крайней мере вот в этой версии газовая нам сказали что здесь есть полностью электрическая версия а то есть без газа morella мы постараемся это же посмотреть здесь вот просто стандартные три огня тетфорд плита закрывается вот таким стеклом выглядит очень аккуратно не сказал про кран кран меня прямо сразу впечатлил первое что я увидел войдя это вот этот кран достаточно дорогие как правило вот такие смесители кухонные которые с пружинкой вот этим душиком они очень удобны и на профессиональных кухнях в ресторанах очень часто используется именно такой тип кранов и вот здесь установлен он он выглядит эффектно и пользоваться им реально удобно я вот когда попробовал это как бы очень реально круто всегда эти гибкие на пружинке и он конечно же полностью металлический такой основательный шкафчики все одинаковые все одинаково кофемашина стоит здесь нашла она как-то аккуратно свое применение и конечно же для капсул тоже крепление у нас здесь то есть вы так подходите раз что мы там сегодня пьем ваш кофе с противоположной стороны холодильник дометик самый крутой конечно который открывается в одну сторону и в другую сторону не знаю тоже зачем он тут на самом деле наверное чтобы и спальне ночью было удобно пришел и сразу что-то достал тут пожрать вот ну по большому счету и столовой и кухне находятся с одной стороны ну конечно всегда удобно когда он открывается в любую сторону а выше такой духовой шкаф и мне тут сказали что вроде как это должна быть некая микроволновая печь тут тоже должна работать на что-то у меня есть на эту тему сомнения дальше что у нас к входу немножко продвинемся мы раз-два мои любимые узкие шкафчики которые уезжают выезжают обожаю их потому что они очень практичные соответственно сюда вы можете как просто поставить дополнительные лоточки что-то сложить так и какие-то бутылочки использовать это как часть кухни или как часть какого-то другого пространства потому что находится на стыке ниже еще одна точно такая же только длиннее зеркало у нас здесь при входе удобно что она в полный рост выше огромная дверь и за которой прячется основной пульт то есть все системы жизнеобеспечения дома здесь регулируется вот мы сейчас вот так вот сделаем об и выключили свет на основном пульте также конечно здесь мы можем включать отключать помпу жидкостное отопление альда в принципе почти во всех версиях morello стоят именно жидкостное отопление альда вот знакомая нам уже печь солнечные батареи здесь у нас показывают заряд также на отдельном пульте фирменная morello тут логотипчик у нас присутствует ну то есть все в принципе так вот по красоте как говорится сделано и спрятана за аккуратной дверью чтобы вот эти все лишние циферки и светящиеся экраны не мешали вам ночью вообще не смущали вас при входе в спальню душевую который мы сейчас с вами посмотрим у нас небольшой шкафчик подсветочка кстати опять вот мне что нравится здесь реализовано классно то что все время по всей длине идет светодиодная лента там багажника позже вам обязательно покажу или вот шкафа то есть вы можете видеть все очень хорошо в любом месте на любой полке это приятная такая мелочь и вот дальше у нас собственно ряд душевая опять же мелочи очень приятные то есть дверь полностью прячется ничего вообще не не выступает и нужно так и пальчиками зацепить замок и дверь выезжает она очень плотная такая хорошая массивно выглядящая но при этом по ощущению очень легкая она у нас как бы защелкивается здесь и ограничивает туалет если вам допустим нужно в туалет вот так вот с противоположной стороны от душевой до которым сейчас дойдем еще один шкаф в принципе аналогичный маленькому только уже в этой зоне и он гораздо больше там есть палка для того чтобы вешать вещи то есть можно вынуть по идее полки переставить сменить какую-то как-то эту конфигурацию у нас будет там большой гардероб двигаемся к душевой справедливости ради хочу сказать что вот эта душевая по моему ничем не хуже чем то что мы видели в дорогущем варю при том что morello стоит ну на порядке и порядке дешевле душевая такая же угловая в принципе так также качественных таких материалов решены ну да там был такой как бы искусственный камень на стенах здесь это пластик который при этом по ощущению вот я до этого потрогал без перчатки максимально приближен тоже к этому такая же угловая огромная душевая кабина точно так же как и варю в две стороны у нас открывается вот эта дверь и фиксируется когда в дорогу радиатор точно такой же стоит а большой от печи отопления альдо вот здесь полотенце сушитель вертикальный около туалета который вы можете видеть единственное отличие наверное в том что здесь она также расположена на проходе соответственно между чтобы пройти в спальню в основную вам нужно идти через вот эту санитарную так сказать комнату но это уже нюанс наверное скорее размера там у нас раздвижные стены что-то такое нереально большое здесь это гораздо более компактная история туалет даже крепление для ёршика уже есть на стене и стоит ёршик дометик такой максимально похожий на домашний унитаз как бы не сильно похож на форму вот стандартную для авто домов что не может не радовать противоположной стороны я был приятно удивлен тому как выглядит вот это вот у нас раковина да она не на столешнице как я правил как правило люблю с чашей но настолько это классно решено и она вот эта монолитная такая плотная крепкая эту прямо реально вот как дома и этот еще кран который выдвигается вот таким образом хотя здесь у нас он не для душа выдвигается он просто здесь вот так вот есть краны стены что выглядит очень эффектно хотя вот это вот рукояточка конечно могла бы быть тоже опять же по массивнее она пластиковая такая основательная как допустим на кухню смесителя наверное как раз таки уже решено для облегчения выше у нас зеркало вот такое как мы привыкли называть трюмо то есть из трех частей зеркала с подсветками в боковых частях вот вы можете меня через него сейчас видеть если мы его закроем откроем точнее то у нас здесь по бокам две полочки они за счет это все защелкивается центральное зеркало тоже открывается и еще один шкафчик по середине и маленькая еще ниша присутствует свет весь вот этими выключателями выключается переключается его тут достаточно много то есть душевая кабина центральный проход можете отключить вот сбоку включить посередине выключить посередине и так далее идем в спальню ступенька в основной спальне имеет тоже место для хранения но это такая мелочь которую сразу хочу сказать также здесь есть регулировка от ключи альда то есть мы можем здесь регулировать отопление дополнительным в радиаторах дверь спальню основную конечно же жесткая такая же примерно как в передней части на ней еще здесь зеркала расположены как вы видите двигается она синхронно то есть я могу двигать только одну дверь и 2 сама выезжает то что наверху система тросов которая всем этим управляет в остальном принципе обыкновенная спальня с посередине вот такой нет у нас посередине никак это не разделяется просто вот есть такой стык между матрасами давайте посмотрим поддержку поддержка конечно не цельного менее вот это той точечная классная максимально премиальная в остальном обыкновенная спальня в задней части автодома и мне кажется что в том же матриксе особо не хуже это спальня вот эта задняя часть она примерно плюс минус такая же но может быть немного конечно пошире но хочу заметить что как бы этот автодом стоит ну там примерно на вскидку около там в три раза дороже чем один матрикс классные светильнички конечно же у нас есть давайте посмотрим как они работают светодиодные первое касание как и на многих светильниках адри у нас включается синим подсветочка кнопочки и второе у нас включается сам светильник вот такой как кристалльчик спереди который выкручивается если надо и светодиодная лента по кругу также хочу заметить приятный темный дизайн который здесь вот присутствует и комбинируется с этим светлым айвери таким цветом глянцевым и именно кстати примерно этот темный цвет тут появился в матриксе 2021 года в кораллах тоже ну то есть вот этот апдейт он как бы дошел и до более низкого класса такого как адриа матрикс телевизор у нас уже стоит на специальной подставки которую я честно говоря не разобрался как она выдвигается на самом деле это не очень важно ну представляете вот этот телевизор может быть выдвинут у нас под по центру и как бы вот оказаться немного в проходе выехать из-за шкафчика в принципе достаточно удобно он тут висит но мы это часто с вами уже видели говоря о том что кровать больше меньше то вот хочу заметить что несмотря на то что у нас огромный багажник который вам сейчас покажу здесь высота потолка остается то есть кровать у нас не где-то под потолком там незавышенном не надо за нее на нее запрыгивать но это конечно вот плюс такого большого по высоте автобуса в котором это построено то есть тут уже никуда не денешься конечно fiat там ducato мы не можем уместить там и сделать большой багажник и вынуждены там играть с тем что например поднимается кровать на электроприводе или ручном приводе какие-то такие истории в больших домах это возможно на выходе я вижу еще один выключатель уличного освещения точнее ну не очень в багажниках у нас свет тоже выключается с этой кнопки также есть вот этот замок это у нас багажник открывает это багажник открывает мне подсказывают и выше какой-то пульт думаю что за еще маленький экран зачем он здесь это как раз таки тоже дублирующая система чтобы мы вы могли выровнять авто дом то есть вот видите появилась вся гидравлика который у нас регулирует но его можно снять и получится такой маленький как смартфончик которым вы можете пойти посмотреть с улицы он нам подсказывает что там надо коробку режим нейтрали перевести и так далее и так далее и соответственно потом вы сюда защелкиваете он превращается в часть как бы авто дома дверь входная дверь входная дверь крутая массивная здесь конечно же есть электронный замок то есть мы нажимаем на кнопку и запираем с помощью все двери все замки можем запереть с помощью электронного этого замка здесь еще одна ручная защелкой и здесь аварийные то если что-то с электроникой случилось это продублирована вот такой ручечки который всегда можно дернуть в отсутствие электричества и конечно же выйти ну в остальном такой вот кармашек есть на 2 красивая большая надпись morello и с внешней стороны тоже не могу вам не показать замок чтобы получить доступ вы можете без ключа здесь код и он сенсорная цифровая панель ну стоит конечно сказать справедливости ради что сенсор не всегда удобен как раз таки на варю который мы смотрели с вами в прошлом ролике там механический замок то есть тоже электронный вы можете нажимать просто руками а здесь нужно обязательно голые пальцы если вдруг вы пришли замерзшими руками с какой-то горнолыжки скорее всего у вас будут ну небольшие трудности также забыл вам показать в ступеньке есть еще ящики 1 2 достаточно удобно я думаю сюда можно кинуть тапочки чтобы вот это все светлое чистое у вас никто не запачкал при входе обувь снимаем тапочки отсюда достаем все это задвигаем и это хранится у нас ступеньках пойдемте смотреть багажник по левому борту у нас технически разные лючки не все они открыты но здесь вот я вижу вода поступает кстати бак чистой воды здесь 350 литров то есть запас чистой воды 350 литров но нам сказали что возможно до 500 под заказ и даже возможно здесь есть такие версии вот заливная горловина кстати чистой воды этот лючок закрыт но судя по расположению здесь просто кассета биотуалета ничего особо интересного это лючок обеспеченную обслуживание печки альда вообще стоит заметить что здесь очень просторные все вот эти технические лючки в них много места то есть можно ставить какое-то дополнительное оборудование что-то легко ремонтировать и так далее это не может не радовать и соответственно выхлопное отверстие печи альда багажник с противоположной стороны еще одна дверь открыть я ее не могу потому что надо идти кругом в салон и вся вот эта вот история также еще что важно сказать то что серой воды здесь бак 200 литров и туалет тоже 200 литров то есть 400 литров грубо говоря у нас канализация и 350 чистая вода и бак с топливом у нас топливный бак то есть дизеля который вы везете с собой это тоже 200 литров что достаточно классно и много двигатель трехлитровый здесь 218 лошадиных сил багажник конкретно в этой модели не особо большой не особо большой по меркам наверно morello и таких огромных авто домов то есть в принципе это обыкновенный такой вот багажник ну широкий вот я не у меня руки поперек не дотягивается 250 килограмм вижу шильдик максимальная нагрузка две очень элегантные такой хромированной накладки розетки для чего как правило делаются розетки в багажнике потому что сейчас очень популярны особенно в европе все эти электросамокаты электровелосипеды всякие в общем электрические гаджеты на которых люди перемещаются поэтому делаются в багажнике розетки чтобы снаружи у вас вы не украли вы ставите в багажнике она здесь заряжается то есть эту историю мы встречаем достаточно часто в остальном плюс-минус все достаточно стандартно то есть вот вижу краник которым мы перекрываем подачу горячей воды время антифриза в радиатор то есть багажник конечно отапливается крепление для грузов и на стенке закреплен огромный инвертор который у нас преобразует 12 вольт 220 будем дальше искать смотреть что с аккумуляторами я зайду внутрь но сниму ботинки поскольку тут даже дали перчаточки как я уже сказал чтобы я не трогал своими жирными пальчиками ну к вообще может быть от коронавируса не знаю в общем дали мне перчаточки чтобы я не лапал тут машину своими руками поэтому уж и ботинки я сниму классно сделала светодиодная подсветка по всей длине это на самом деле приятно потому что часто у нас где-то багажнике подсветка с краю это как бы неплохо но ты кладешь какие-то вещи светильник перекрылся это иногда становится не так удобно здесь вот сделано огромную такой софтбокс со светодиодной ленты по всей длине и вот могу отметить что в этом багажнике я могу плюс минус пешком вот перемещаться даже наверное сюда присесть на уместился я как то есть место здесь более чем предостаточно конечно выключатель света есть и около обратной противоположной стороны стороны то есть у второй двери хочу вам показать ручку на двери багажника а ручки на двери багажника нет потому что замок полностью электрические открывается из салона или я думаю наверное на ключе должен быть должна быть какая-то кнопочка то есть у вас полностью центральный замок даже на дверь багажника она отщелкивается на вот таком газлифте плавно доезжает и останавливается еще одно багажное отделение в передней части как бы она кстати у нас уже с ручным замком то есть надо отпирать ключом здесь центрального замка нет достаточно большое багажное отделение она сквозное то есть во всю длину и можно с обеих с двух сторон что-то положить лыжи сноуборды по идее вот вижу решетку здесь должно как-то и отопление сюда выходить соответственно здесь будет тепло и отлично будет просыхать любой зимний став также в этом багажном отделении так сказать у нас разместилась заливная горловина от blue не знаю почему заливную горловину сделали здесь на мой чистый взгляд может быть я не прав это не очень хорошая идея потому что когда она проливается она очень неприятно пахнет плюс здесь могут лежать вещи если вы сюда прольете что-то из заливной горловины не знаю но вот конкретно в этой планировке решено это почему-то так от blue находится вот в этом багажном отделении они снаружи morella palace мы сегодня с вами посмотрели напоминают 10 лет компании но тем не менее она уже успела покорить немецкий рынок вот в своем сегменте премиальных таких автодомов и в принципе европейский рынок активно покоряет они убьют в себя влюблять то есть ты сначала заходишь и такой ну как-то много одинаковых каких-то машин такого цвета и вере все они примерно одинаковые думаешь ну что это такое потом смотришь тут у нас мини cooper стоит вот за моей спиной там вот smart потом смотришь в другом такой багажник 3 то есть очень много разных конфигураций и везде это как-то продумано с умом с вниманием к мелочам вот эти перчаточки думаете я где взял мне тоже дали на входе сюда на стенд и вот это отношение как и здесь на выставке так и в отношении к самим домам как их создавали она чувствуется так или иначе и поэтому они умеют себя подкупать возможно я где-то уже даже был не объективен что-то вам рассказываю потому что ты находишься под вот этим впечатлением когда смотришь на эти машины мы постараемся обязательно посмотреть для вас еще несколько комплектации потому что это просто интересно ну неважно купим мы это или нет то есть я не знаю смогу ли я когда-то себе купить такую машину но посмотреть полазить по ней нереально интересно посмотреть как это все меняется на базе чего построена и у нас к счастью есть сейчас такая возможность потому что мы находимся на главном караванерском событие в германии караван салон дюссельдорф 2020 также мы смотрим и какие-то более применимые нам модели поэтому подписывайтесь на канал чтобы не пропустить что-то действительно важное или просто интересное постараемся вам показать какие-то прототипы и вообще возможно просто интересные модели поэтому еще ставьте обязательно колокольчик чтобы ничего не пропустить и на финальные заставки сейчас мы укажем тоже там плейлист и так далее связаны с тематикой этого ролика меня зовут антон вы смотрели канал яхты на колесах до новых встреч пока